Я болел против сборной России. Что это вообще было? Путина, Путин, Путин. Давайте к евро чуть вернемся. Мороженое сейчас будет, гордон на палочке. Яйца гордона в шоколаде. Вам в последнее время особенно нравится быть мемом? Это не интервью, это бомбометание. То есть Хиросиму строите на ютубе? И Нагасаки. Дмитрий, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. После победы над шведами в плей-офф вы облились водой в прямом эфире? Да, да, свистит орбитер. Ну что? На что были готовы, если бы Украина вышла бы в полуфинал или финал Евро? У вас какие-то были уже мысли на этот счет? Нет, мыслей не было. Мысль облиться родилась прямо в эфире. Я понимал, что тяжко нам приходится. И я думаю, боже, что бы сделать уже, если победить. И вдруг пришло, стоит стакан с водой. Я говорю Василию Голованову, который брал у меня интервью, говорю, если сборная выиграет наше, я обольюсь водой из этого стакана. Но надо ему отдать должное. Он не обещал ничего. Но когда я облился, облился и он. А что вообще самое сумасшедшее? Вы во время матча не на спор, но делали по поводу результата футбольного? Или это было самое такое? Да, наверное, самое. Больше ничего не делал. На Украине радость от вылета сборной России была такая же, как от выхода сборной Украины в флей-офф? Вы знаете, многие в Украине искренне болели за сборную России, так же, как многие в России искренне болели за сборную Украины. Это нормальная ситуация. Я болел против сборной России. Я вам объясню, почему. Потому что для меня сборная России по футболу, это не просто ребята, которые защищают честь страны, честь и михвала за это. Это часть пропагандистской российской машины. Потому что все, что касается Олимпиад, все, что касается чемпионатов мира и Европы по футболу, по хоккею, это мощные рычаги пророссийской пропаганды. Поскольку государство российское, не путать с российским народом, государство российское является агрессором по отношению к Украине, соответственно нашим врагом, то, конечно, я рассматриваю пропаганду российского государства как часть гибридной войны с Украиной. И когда сборная России будет одерживать какие-то победы, это плюс в государственную пропаганду. Я с большой любовью отношусь к российскому народу, к стране России, к великому русскому языку. И с большой ненавистью отношусь к руководству России, к Кремлю, к пропагандистам российским. Потому что они развязали войну против моей страны. Поэтому мои эмоции вполне понятны. Ну, вот вы правильно сказали про то, что действительно, мне кажется, даже большинство, ну, по крайней мере, по опросам поддерживало сборную Украины на Евро. И все-таки, наверное, когда они поддерживали сборную Украину, они не сырвали ее там с Зеленским, там с Тимошенко или там с правым сектором, условно. Я вам объясню разницу. Дело в том, что россияне простые, не обдолбанные пропагандой российского государства, испытывают нормальные человеческие чувства по отношению к украинцам. Украина не нападала на Россию. Украина не убивала россиян. Украина ничего плохого по отношению к России не сделала. Поэтому эмоции россиян по отношению к украинской сборной вполне понятны. Эмоции украинцев по отношению к российской сборной положительные тоже вполне понятны. Потому что многие украинцы не понимают суть того, что российская сборная есть часть российской пропаганды. Я это понимаю хорошо. Я понимаю, зачем Гитлер проводил Олимпиаду в 1936 году в Берлине. То же самое. Я понимаю, почему Путин так стремился провести Олимпиаду 1914 года в Сочи и чемпионат мира по футболу в России. Это часть пропаганды, это часть легитимизации своего режима. Поэтому, поскольку мне это все прийти, то, естественно, сборная России для меня являлась основной частью этого всего фарса. То есть можно сказать, что футболисты сборной России это солдаты Путина в ваших глазах? Футболиста нет. Сборная России это орудие Путина, потому что, когда сборная России добивается побед, отношение к путинскому режиму в мире становится мягче. Это закономерно. Поэтому я болел против сборной России и искренне радовался, когда она вылетела с Евро. Я хотел чуть попозже про чемпионат мира поговорить, но раз уж и речь зашла. Вы часто говорите о том, что Россия купила право проведения чемпионата мира. Вот, собственно, какой в этом профит? Вы серьезно считаете, что, условно говоря, проведение чемпионата мира серьезно укрепило международный имидж России? То есть как санкции были, так они, в общем-то, и остались? Смотрите, однозначно проведение чемпионата мира по футболу, чемпионата Европы по футболу, Олимпийских игр однозначно укрепляет имидж любой страны, в которой эти великие соревнования проводятся. Однозначно, конечно. И не случайно так хотят провести эти соревнования многие страны. Что касается о том, что я говорил, что Россия купила чемпионат мира по футболу, это не я говорил. Я цитировал тех, кто это говорит. Это говорят американские спецслужбы и полномочные ведомства, которые официально говорят о коррупции в FIFA, о том, что были куплены не только чемпионат мира в России, но и чемпионат мира в Южноафриканской республике и чемпионат мира в Катаре. Это не я говорю. И теперь я вам могу сказать, что общаясь с влиятельнейшими людьми, которые и входят в эти органы, и знают, как там, что происходит, там огромные деньги ходят, там невероятно огромные деньги ходят, есть лоббисты, которые передают большие деньги за голосование по тому или иному городу, по той или иной стране. Это огромный бизнес, огромнейший бизнес. И, естественно, ну, слушайте, разве, давайте сейчас не про Россию, ну, разве это здравый смысл играть матчи чемпионата мира в июне в жару 50 градусов или 60? Это что это? Задаю я вопрос. Ну, будут в декабре ведь играть. Да, теперь уже в декабре. Да, да, будет. Но изначально-то планировалось в июне. Изначально планировалось, ну, да. Да, и скажите мне, что это не коррупция. Планировать играть в июне матчи в жару, а сейчас в Кувейте, знаете, сколько было, вот, неделю назад? 70 градусов в Кувейте было. А Кувейт и Катар это рядом. 70 градусов. Яичница плавилась на капоте автомобилей. Поэтому, конечно, конечно, вот я согласен с американцами, которые это все показали, рассказали, разживали. И там и смерти пошли уже, и заключения руководящих органов FIFA. Посмотрите внимательно, вы все поймете. Ну, вот если вернуться к России, просто вы часто в своих интервью, вы касаетесь этой темы, даже вот сейчас, спустя уже, ну, в общем-то, прошло там 2-3 года, да, с момента проведения. Вот почему вам вот так важно эту тему продолжать поднимать в плане, ну, то есть в любом случае, даже если представить, что это так, да, чемпионат мира уже прошел. Я поднимаю эту тему, она уже мне неинтересна, это вы только что спросили, я вам ответил. Я об этом уже не говорю, но это прошлогодний снег, он уже неинтересен. Я прекрасно представляю себе, как происходит подкуп государством России не только сотрудников там FIFA, UEFA, руководителей государств. Руководителей государств, о чем вы говорите? FIFA, UEFA, дети. Когда Герхард Шрёдер до недавнего времени, там, сколько лет назад, канцлер Федеративной Республики Германии, является одним из руководителей нефтяной компании. Когда Франсуа Фион, бывший премьер-министр Франции еще недавно, сейчас возглавляет зарубеж нефть. Когда там еще руководители стран тут вливаются в структуры российские, о чем вы говорите? Коррупция страшная, покупает все. Россияне покупают все, что можно купить. Даже, как сказал мне один из ближайших друзей Путина, на Западе люди в очереди стоят, чтобы продаться россиянам, потому что такие бабки ходят. Ну, неучтенные деньги. Это если бы в какой-то Америке или в Норвегии продавали нефть, население бы спросило, или в Катаре, или в Кувейте, или в Объединенных Эмиратах, спросило бы, а где наши деньги? С продажи нефти. В России же никто рот не открывает. Поэтому огромные неучтенные бабки с продажи энергоносителей и водородов, углеводородов. Поэтому, ну, о чем мы говорим? Покупают, покупают. Покупали, покупают и будут покупать. Два вопроса про чемпионат мира, и дальше мы вернемся к Евро. Вы называли его политическим праздником. Но при этом это ведь был действительно праздник для огромного количества людей. Вот я с кем не общаюсь, причем в разных городах, не только Москва. Абсолютно все вспоминают атмосферу чемпионата мира, вспоминают, где они были во время матча с Испанией, куда пошли после и так далее. Ну, то есть, все-таки это был не совсем политический праздник. Чемпионат мира по футболу в России был проведен на высочайшем уровне. Смотрите, я справедливый человек. Я никогда не буду говорить на черное-белое, на белое-черное. Он был проведен на высочайшем уровне, потому что были брошены огромные бабки, призванные произвести фурор. Россия умеет произвести фурор, любит произвести фурор и производит фурор. Поэтому, конечно, организация была на высочайшем уровне. Это был прекрасный праздник, который россияне запомнят на всю жизнь, которые увидели это. Это был огромный праздник коррупции, потому что цены на строительство стадионов в России превзошли все мыслимые и немыслимые нормы. Сейчас эти стадионы обваливаются. Я видел Волгоградский стадион, что там происходит. Это вообще ужас. Но я же говорю, Россия не считает деньги, когда надо пустить пыль в глаза. Она пускает ее с успехом. Поэтому, конечно, это был яркий, запоминающийся праздник. Но смотрите, возможно ли в наших условиях, и я под нашими подразумеваю здесь все постсоветское пространство, сделать вот такой большой турнир без каких-то воровства, откатов. И сейчас важно, я не собираюсь это оправдывать, естественно, нет. Но я просто какую-то объективную реальность, потому что там и во время Евро-2012 тоже, в общем, довольно много было скандалов о коррупционах. Вот мне правда интересно, это реально в наших условиях? И что вообще нужно сделать, чтобы это стало реальностью? Значит, я считаю, что коррупция есть везде, во всем мире. Я считаю, что на постсоветском пространстве она цветет особенным цветом. И, конечно, это касается не только России, но и Украины. Я у себя дома называю цифры, сколько крадут из бюджета сегодня. У нас Михаил Саакашвили официально на телевидении, на самом популярном канале, в самой популярной программе у Шустера достает схемы, графики, показывает, где сколько крадут. И делает, черту подводит и говорит, делает такой результат. 37 миллиардов долларов крадется ежегодно из бюджета Украины. 37 миллиардов долларов. Я же объективно говорю. Поэтому, конечно, на постсоветском пространстве коррупция особая, особая. Я думаю, что она есть и в Германии, и в Соединенных Штатах, и везде. Просто она не такая размузданная, потому что там общество все-таки контролирует политиков, контролирует чиновников. И это опасно, можно сесть. Посмотрите в Израиле, один за другим садятся премьер-министры. Посмотрите во Франции, Саркази, что с ним. Посмотрите в других странах, что происходит с политиками. У нас же нет такой тенденции. У нас политиков садят не за коррупцию, а за то, что они являются политическими противниками. И то редко. За коррупцию не садят, потому что они все повязаны коррупцией. Это одно кубло, которое делится друг с другом, и которое крадет деньги из бюджетов постсоветских государств. Просто на Западе тоже, повторяю, коррупция есть, но не в таких размузданных размерах. Но вы согласны с тем, что выборы страны хозяйки Олимпиады или страны хозяйки Чемпионата мира – это всегда или коррупция, или политика? Абсолютно согласен. А часто и коррупция, и политика вместе? Ну, вот условно говоря, случился бы Евро-2012 на Украине, если бы за два года до этого не случилась оранжевая революция. Оранжевая революция случилась в 2004 году. Закончилась в 2005 году. В 2004 году, и то, что, ну, Евро дали, по-моему, в 2007, да. Конечно, это была политика, денег там не было, я это знаю точно, из первых уст. Это была политика, потому что Европа таким образом хотела подчеркнуть, что Украина является частью европейской семьи. Ну, Украина и Польша, и Украина может рассчитывать на вступление в ЕС. Конечно, это была политика. Просто украинские... Я считаю вообще, я вам скажу, что то, что Украина получила Евро-2012, это личная персональная заслуга Григория Суркиса. Григория Михайловича Суркиса, моего друга, которого я очень люблю, который вытащил это на своем горбу. Потому что никто у нас в стране не верил, что такое возможно. Когда он сказал об этом президенту, тот сказал, да ну, ты что, какой евро? В Украину евро-2012. Но он делал, он пытался, и он добился этого. Он летал, он убеждал, он рассказывал, что это будет здорово, что мы проведем на достойном уровне. Он использовал свои личные связи, свою дружбу. И с руководителями FIFA, и с руководителем UEFA. Ему верили, он же был вице-президентом UEFA. И я считаю, что он просто героический человек, потому что это его личная заслуга в первую очередь. То, что Украине дали евро. Вы рассказывали, что Путину предлагали провести совместный евро с Украиной. Он отказался. Почему, как вам кажется, он не захотел о коллаборации с Ющенко, который на тот момент был на Украине? Григорий Михайлович Суркис это предложил на форуме, по-моему, в Санкт-Петербурге, Украины и России. И Путин отказался от этой идеи. Я объясню, почему. Потому что Путину не с руки России, как объяснил Путин, присоединяться к кому-то. Россия, если захочет провести, она в состоянии провести сама. Вот мотивация. Она мне понятна, она абсолютно логична. Но как вы думаете, если бы, условно говоря, был чуть менее западно настроенный, допустим, Кучма, а не Ющенко, было бы больше шансов на совместный евро? Ну, смотрите, Россия это страна, которая и в силу географии, и в силу амбиции, она может проводить такие чемпионаты сама. Поэтому коллаборация с кем-либо ей была просто не нужна. Это неправильно с точки зрения амбиций российского государства. Вы не раз говорили, что Путин занимается спортом в России намного больше, чем руководство на Украине. Потому что это имперская история, потому что так хочет народ. Вы это говорили в одном из интервью. Это не так немножко. Путин занимается спортом, потому что он любит спорт, насколько я знаю. Но Путин пропагандирует свои занятия спортом, потому что это добавляет ему баллов. Естественно. Это влияет на имидж. Я помню, когда Путин стал президентом, Александр Розенбаум, мой близкий друг, мне сказал, у нас впервые появился президент, у которого плечи шире таза. Это восхищало россиян простых, что у нас появился молодой спортивный подтянутый, не алкоголик Ельцин, который там пропадал на неизвестно сколько и бухал, да? Россияне говорили. А молодой спортивный подтянутый энергичный президент, который ходит красиво, который говорит красиво, умный и так далее. Конечно, спорт – составная часть имиджа его. Так же, как полеты со стерхами или опускание в барокамере в море куда-то. Это все часть имиджа. Так лепят имидж президентов. Это нормально. Но вам действительно кажется, что спорт реально имеет такое какое-то влияние на людей? Во-вторых, русский спорт, скажем, в последнее время не то, что постоянно радует. То есть, может быть, эта история, там, начало двухтысячных действительно это был серьезный фактор. То есть, сейчас это, скорее, уже не так. Ну, важен спорт для любого. Ну, понимаете, когда ты не Испания, когда Россия не Испания, вот что меня поражает в Испании? Потрясает. Вот ты едешь по стране, и везде футбольные поля. Вот везде футбольные поля с прекрасным газоном, на которых занимаются с утра до ночи, повторяю, до ночи, дети, подростки, юноши. У нас в советское время были пустыри раньше. Пустыри, где дети допоздна гоняли мячи, после войны вообще прошнурованные мячи были. Мне же футболисты рассказывали. Там росли футболисты. Но потом пустыри застроили. А поля где? Где поля с идеальным газоном? Государства это делают, и Украина, и Россия. Делает государство, чтобы дети, пацаны, в каждом районе, допустим, было огромное правильное поле правильных размеров с настоящими воротами. Месси, может же, там, Месси в Аргентине, ладно, ну, такие испанцы. Почему такая сборная сильная? Потому что они с детства гоняют мяч на правильных полях. Потому что это культ государства. Государство заботится о своих гражданах. Да даже если они не станут там выдающимися футболистами, но все равно это же счастье выходить. Фонари настоящие, все настоящее. Вот захудалые городки в Испании едешь, а поля, поля, поля. И в Англии то же самое. И в Германии то же самое. И в Нидерландах то же самое. Для Украины спорт это чуть меньше политика? Меньше. Меньше. Намного? Намного, да. У нас нет такого, знаете, вот еще раньше братья Кличко, это, конечно, ах, Андрей Шевченко, Динамо, Ребров, там все, это ах. Сейчас такого я не наблюдаю. Вот у нас есть великие спортсмены, Ломаченко, например, великий спортсмен. Просто величайший боксер всех времен и народов. Усик, Саша, прекрасный боксер тоже. Лина Светолина, да, она одна из лучших теннисисток мира. Ну, такого, что я видел такое почитание, нет, такого сейчас нет. Отошло на второй план. Война на первом плане. Война, Россия, вот это все на первом плане. Но это же все-таки есть политика. Просто я к чему я хотел перекинуть мостик? Недавно сборную по пляжному футболу, которая отобралась на чемпионат мира в Москву, не пустили в Россию. Хотя, в общем-то, сам глава федерации был за поездку. Ну, смотрите, мы не можем ездить в Россию на соревнования. Ну, я вам скажу свою позицию. Невозможно ходить в гости к человеку. Вот представьте, что вы два друга. Мы с вами два друга. Да? У нас с вами квартиры на одной лестничной клетке, например. Мы друг у друга пропадаем в гостях постоянно. Мы друг друга любим, целуемся, обнимаемся. Мы уже похожи так вообще. Не разлей вода нас. Как говорил Иосиф Давыдович Кобзон, не разлей моча. Вот. В один прекрасный день вы приходите ко мне домой, отбираете у меня часть моей квартиры и избиваете меня еще. Я после этого к вам должен в гости ходить? Нет. Поэтому украинские спортсмены не будут ездить в Россию. Украинские артисты, ну, некоторые хотят, поют, но государство к этому относится спокойно. Я их осуждаю, например. Но я не призываю их казнить, распять или что-то с ними плохое сделать. Нет. Я просто говорю, что это люди без родины. У меня чувство родины есть. Я свою родину люблю. Я без пафоса это говорю, но моя родина – это мой город, это места, где мне было хорошо, с которыми связано мое детство. Я их люблю. И мне больно, что у меня приходят, забирают часть моей территории, что надо мной издеваются, что убивают моих ребят. У нас нет ни одного маломальски городка, где бы на кладбище не было могил, датированных 14-15-16 годами. Молодые ребята там лежат, которые защищали свою землю. У себя, на своей территории. Ну что ж, вы хотите, чтобы после этого сборные ехали, соревновались в России? Не будет этого. Но ведь международные турниры – это все-таки не поездка в гости. Это не поездка на заработки. Это все-таки несколько другое. Когда-то в 73-м или 74-м году, в 73-м году в Чили захватили власть. Пиночет, да. Был убит президент Сальвадор Альенде, которого поддерживал Советский Союз. Вот. И хунта пришла к власти, хунта военных. Матч сборных СССР-Чили был отменен. СССР потерпели поражение техническое. Но не поехали играть чилийцами. Но получается, ведь в Советском Союзе спорт был политизирован Дональдзе. То есть получается, что на Украине такая же ситуация? Украина… Это была чисто политическая ситуация и здесь, в общем, тоже. Украина страдает по-прежнему от российской агрессии. Государство Россия вторглась на нашу территорию, забрала нашу территорию, Крым и Донбасс. Убила 14 тысяч украинцев. Вы хотите, чтобы после этого мы на государственном уровне ехали к вам в гости? Нет. Этого не будет. По поводу… Давайте к Евро чуть-чуть вернемся. В России много шума наделала львовская фан-зона, где наливали пиво за каждый гол в ворота сборной. В России. Как вам идея? Прикольно. Слушайте, ну это как шоу-бизнес. Это креативно, нормально. Ну, во Львове очень много семей потеряли своих детей от российской агрессии. И можно понять, ну, любви нет. Нет любви к государству, повторяю, Россия. Я не говорю о простых россиянах. К нам приезжает много простых россиян в гости. И известных людей тоже. Пожалуйста, сейчас у нас в воскресенье, по-моему, творческий вечер Дмитрия Быкова, выдающегося русского поэта-писателя, общественного деятеля. У нас перед этим артисты гастролировали. Валерий Меладзе был и так далее. У нас открыты ворота для простых людей. У нас они закрыты для тех, кто агрессию поддерживает. И тех, кто ее пропагандирует. Не пустят к нам никогда Газманова, Расторгуева и прочих вот этих вот ребят, которые подписывали письма в поддержку аннексии Крыма, которые заходятся в патриотической истерике, когда речь идет о российско-украинской политике и так далее. Пусть поют в России, это нормальная ситуация. Ну, вот если оставить за скобками, скажем, вот эту разность взглядов, вот и безотносительно них, во время футбольного праздника, стоило ли разжигать и так, как вы сами говорите, очень болезненные для обоих стран конфликты? Да, никто не разжигает. Смотрите, если во Львове пиво бесплатно выдают за каждым, ну, это креативная, интересная штука. Это же не разжигание ненависти. Это же ирония, это юмор. Слушайте, ну, это действительно смешно, это нормально. Это нормально. Ну, то есть, условно говоря, если бы в Москве наливали пиво за голы в ворота сборной Украины, это бы не вызвало на Украине никакого резонанса, вы думаете? После того, что Россия наделала, у нас уже ничего не вызывает никакого резонанса. Мы уже все поняли по поводу наших братьев, по поводу дружбы, по поводу... Мы уже увидели звериное лицо российского империализма. Мы уже его увидели. Вы знаете, великий вратарь хоккейный Владислав Третьяк мне когда-то рассказывал, как в 69-м году, по-моему, на чемпионат Европы или мира поехала сборная Советского Союза. И в лифте зашли наши хоккеисты, и там были чехи. У них, помните, такие были ожесточенные всегда бои сборной СССР и ЧССР. И недоманский хоккеист такой плюнул Третьяку в лицо. Владислав спросил, за что? И тот сказал, за ваши танки в Чехословакии. В 68-м году Советский Союз ввел свои войска в Чехословакию, не имея на то никаких оснований, просто вторгся и все. Чехи ненавидели всю свою жизнь, ненавидели Советский Союз и советских людей. И делали все, плевали в лицо. Во время чемпионата мира или Европы, не скажу, в Братиславе, мне рассказывала Ирина Роднина об этом, великая фигуристка советская, они танцевали с Алексеем Улановым тогда, когда вырубили им фонограмму, чехи, вырубили фонограмму. Они, значит, откатали свою программу без единой ошибки на автоматизме, без музыки. Поставили все шестерки. Почему отключили чехи им фонограмму? Ненависть, ненавидели, сволочи, что вы тут делаете, что вы пришли сюда с танками. Вы знаете, что во Львове не любят так Россию? Потому что Советский Союз когда-то пришел туда. Смотрите, я вот не люблю Бандеру, я вам сразу говорю, и Шухевича. Я об этом здесь везде говорю и всегда говорю. Не люблю Бандеру и Шухевича, потому что в моем понимании это люди, которые занимались расстрелами евреев, русских и поляков только за то, что они евреи, русские и поляки. Но я всегда пытаюсь понять других. Мне многие львовяне рассказывали, которые жили до войны во Львове. Львов был процветающий город, в котором жили 30% украинцев, 30% евреев и 40% поляков. Прекрасный буржуазный торговый город. У людей собственность была шикарная. В квартирах рояли стояли, камины. Ах, какой город был в составе Польши. Пакт Молотова-Риббентропа заключили, Советский Союз с фашистской Германией. Подружились, раздеребанили Европу. И во Львов пришли советские войска. И представьте себе, там живут люди. У них частная собственность, у них деньги, у них квартиры. Пришла Советская Армия, за ними ЧК пришло, НКВД. Начали высылать многих, кто не согласен был. Отняли собственность, отжали. Детей высылали мне, Роман Григорьевич Виктюк покойный рассказывал, с 9 класса вытаскивали детей в Сибирь. Порастреливали кучу народу, кто не согласен был. За что им любить советскую власть и Советский Союз и Россию? За что? Ну за что, когда с этим связаны танки с красными звездами, НКВД и репрессии? Да не за что любить. Вот они и не любят. Ну смотрите, мы ушли от вопроса Панзона, мы ушли к НКВД, пришли в итоге. Я вам просто попытался объяснить природу этого явления. Природу, понимаете? Я понимаю, да, но просто зачем так много политики вокруг футбольного турнира? То есть форма с контрами Крыма, это ведь тоже, по сути, политическое заявление. Но вы же не будете это отрицать. Большой футбол – это большая политика. Давайте мы это поймем. Большой футбол – всегда большая политика. Потому что это стадионы, это телетрансляции, это моща. Поэтому, конечно, политики используют футбол в своих интересах. Карта Крыма – это прекрасный пиар-ход для напоминания всему миру еще раз, что Крым – это Украина. Отлично, мне это нравится. Ну вот смотрите, тогда почему ни лозунгов, ни карты Крыма нет на олимпийской форме сборной Украины в Токио? Не потому ли, что просто МОК, в отличие от УЕФА, жестко пресекает подобные действия? Не знаю, вполне возможно. Вполне возможно. Я просто не владею этим вопросом, но допускаю, что да, МОК, наверное, может быть, пресекает подобные вещи политические. Наверное. Но, смотрите, с точки зрения футбола, изобразить карту своей страны на груди у футболиста – святое дело. Чего нет? Это креативно было сделано. Мне это нравится. Хорошо. Если вернуться, вы говорите, опять же, что отношения людей – это все-таки другое. Вы, наверное, видели фотоматчи со Швецией, где парни с русским и украинским флагом стоят вместе. Понравилась вам фотка? Да, конечно. Почему нет? Смотрите, я же не против контактов простых людей. Ну, это же прекрасно. Люди должны дружить. Люди же ни в чем не виноваты. То есть, условно говоря, вы же не виноваты, что ваше правительство озверело и пришло ко мне домой, в страну мою. Ну, вы же не уполномачивали его это делать, правильно? Почему я должен к вам плохо относиться? Ну, почему? Вот в этом и вопрос. Ну, вы же знаете, что было дальше после этой фотографии? Подрались, да? Ну, избили, да. Избили? Подрались, а избили, флаг отняли. Смотрите, я не знаю, что там было на самом деле. Надо же знать предысторию. Вот я вам про Львов рассказал предысторию, я ее знаю. Здесь я не знаю. Есть видео? Может, да. Я знаю, я видел это видео. Может, напились там. Может, слово за слово кто-то что-то не то сказал. Это ж мужики, знаете, бывают разные среди мужиков, между мужиками. Вот. Может, алкоголь, может, что-то еще. Тот сказал одно, тот другое, слово за слово, драка началась. Ну, в любом случае, мне это не нравится. Честно скажу. Тем более, что нападать на одного семерым, семеро одного не бьют. Я считаю. Вы бы хотели вообще матч сборной России и Украины на Евро, ну, или вот на следующем чемпионате мира увидеть? Или это будет настолько политизированная история, что лучше разными путями идти? Не хотел бы. Не хотел бы. Политизированная история, и политики начнут искать свою выгоду. В результате спорт отойдет на задний план. Я вам скажу, что поединки Киевского «Динамо» и «Спартака» всегда были заполитизированы. Всегда. Вот я помню советское детство свое, да, начало 80-х. Всегда было такое, и в Москве такое озверение было. И, слушайте, я помню уже в российские времена матч «Динамо-Киев-Спартак». Заголовок в «Спортэкспрессе» «Пей хохлов, спасай Россию». Хохлов – фамилия футболиста. Но обыграли это. Огромный заголовок, как сейчас, помню, перед глазами стоит. «Бей хохлов, спасай Россию». Это было перед матчами, да, 99-го года как раз. Конечно. Это политика. Все время политика. Большая политика. Хорошо. Вам понравилась игра сборной Украины? Давайте к футболу. Вообще и в контексте сравнения с Россией. Вы знаете, ну, у России сказать нечего, потому что игры не было. А что касается Украины, ну, я не могу сказать, что мне понравилась вот вся игра сборной Украины. Я могу сказать, что мне ребята понравились. У них был настрой. Они хотели добиться успеха. Они хорошие ребята. Иногда везение было на нашей стороне. Конечно. Иногда не везло. А потом уже все было закономерно. Потом уже табели о рангах были расставлены. Все четко. Вот. Но и повезло нам, конечно. Но я всегда говорю, везет тому, кто везет. У нас хорошие ребята есть. В международном плане хорошие. Но, конечно, это не сборная образца 88-го года Советского Союза, составленная преимущественно из киевских динамовцев. И не сборная Украины образца позднего Лобановского, когда Шавковский, там, Ващук, Головко, Шевченко, Ребров, Калитвинцев. Прекрасная эта команда была. Конечно, эта команда послабее немножко. Я просто к чему говорю. Ведь, по сути, оно, в принципе, в группе, да. Результаты-то ведь те же были. Два поражения, одна победа. В общем, в принципе, повезло. Повезло, конечно. Да, мне он очень нравится, между прочим. Я его помню еще с конца 80-х, когда он был вратарем московского Спартака. Мне он нравится. Я к нему испытываю очень позитивные чувства. И я бы с удовольствием сделал с ним интервью. Он забронзавел за то время, когда после успеха на Чемпионате мира, как вам кажется? Ну, я не думаю. Просто, знаете, он исключителен тем, что никогда практически ни одному вратарю не удавалось стать хорошим тренером. Вы знаете это? Вот вы не найдете вратарей, которые бы были... Ну, может, кого-то и найдете, но практически нет. Кто стал бы хорошим тренером? У вратарей своя психология. Это особые ребята. Вот я общался с вратарями многими. И от Маслаченко, у нас с ним прекрасные диалоги были, до Шавковского, например. Это особые люди, с особым настроем, с особой психикой. А тренеры – это тоже особые люди. И чтобы вот так все сочеталось, я считаю, Черчесов уникальный человек в этом плане. Три фигуры из российского футбола, с которыми вам было бы интересно взять интервью. Вы в каком-то интервью говорили о Симоняне и о романстве, но вот если брать более каких-то актуальных героев, это кто был бы и почему? Вы знаете, я с Никитой Павловичем Симоняном знаком, и я брал у него интервью в свое время. Никита Павлович, ну, вообще великий человек. С удовольствием бы сделал интервью с ним, но, видите, по скайпу у него не получается, потому что он не владеет скайпом. Он говорит, ну, приезжай. Ну, я в Россию не езжу. Пока не вернется все на круги своя, я в Россию не буду ездить. Я для себя принял такое решение. Я дружу с Анатолием Федоровичем Бышицын. Это мой друг, это человек замечательный, великий футболист, великий тренер, с которым мы очень много времени провели вместе, и я к нему с большой нежностью отношусь. Ну, мы и делали интервью. Я бы с ним с удовольствием сделал еще одно интервью. Я бы сделал интервью с человеком, к которому тоже отношусь с большой нежностью, с Юрием Павловичем Семиным. И мы договорились, кстати, на интервью. Где-то в третьей стране встретимся, сделаем интервью. Он замечательный. Олег Романцев, конечно, мне интересен. Конечно, конечно, интересен. Черчесов, как я уже сказал. Дзюба, наверное. О чем вы спрашивали? И о том, о чем вы подумали тоже. А с Аркидским вам было бы интересно поговорить? Ну, как-то услышите его оппозицию, тем более вы говорили, что, в общем, нужно как-то переубеждать людей, разговаривать с ними. Вот был бы хороший кейс. Неинтересен он мне. Мне кажется, он дурак вообще. Неинтересен. Вообще неинтересен. Нет, пустой персонаж. Жалеете, что его назвали долбоебом? Нет. Нет. Смотрите, но ведь Зинченко, который герой, в общем, любимщик нации, спокойно играл в России аж до 2016 года. Не видите ли вы в этом здесь противоречия? Вижу. Маленький был еще, ошибался. А Аркидский уже большой был. Но это оправдание, Розы? Возраст, да, оправдание. Ну, когда ребенок маленький, он склонен совершать больше ошибок, чем человек уже в возрасте. Вы говорили, что вам интересно в людях необычность, загадка, и при этом вы говорили, что вам интересен Хабиб Нурмагомедов. Вы в нем загадку видите? Слушайте, я в него влюблен просто. Я считаю его героем. Мне он очень нравится. Очень-очень он мне нравится. Я просто тащусь от него в хорошем смысле слова. Мне нравятся такие пацаны. Слушайте, я недавно узнал, мне Усик сказал, мы сидим обедаем с Усиком. И он мне говорит, а вы знаете, что Хабиб Нурмагомедов у нас в Украине тренировался и выступал за украинский клуб какой-то, я не помню, он мне сказал. По-моему, в Полтавской области, что ли. Я говорю, да ладно. Говорит, да. Я говорю, да ну. Говорит, да. Здесь его не оценили, он в Россию уехал. Ну, конечно, Хабиб интересен. Ну, конечно. Конечно, да. А он вам интересен как спортсмен или как человек, от слова которого в какой-то степени зависит жизнь в Дагестане? Ну, он же имеет реально очень большой такой вес. Он мне интересен. И как спортсмен, и как человек. Потому что он фигура глобальная. Вы знаете, он великий спортсмен. Великий спортсмен всегда интересен. Всегда. Пытались уже с ним интервью организовать? Вы знаете, я не знаю, откуда начать. У меня нет контактов. Если бы вы мне помогли в этом, я бы был вам крайне признателен. Мы поговорим потом. Я с удивлением прочитал, что вы были довольно активным фанатом киевского «Динамо» в 80-е. Ну, то есть не только на домашние матчи ходили, но и выезды пробивали. Вот какой-то самый яркий или какой-то такой самый адовый выезд. Помните? Я был фанатом, но не в том понимании, как вот фанатское движение. В фанатском движении я не состоял. Я был фанатом до умопомрачения влюбленным в свой любимый клуб, знавшим все по киевскому «Динамо». Не просто составы команд разных лет, но и годы рождения футболистов, даже в званиях и так далее. Впрочем, я и о других командах это знал. А выезды действительно были разные. Я ездил, но не с фанатами, опять-таки, а своим ходом. Хотя иногда как-то набиралось определенное количество ребят, которые ехали вместе. Мы ездили на собаках. Так назывались электрички. Когда можно было бесплатно добраться электричками, не садясь в поезд. Хотя иногда и в поезд садился бесплатно на третью полку. Помню один из выездов в Житомир. Товарищеский матч был «Киевского «Динамо». Это был 84-й год. Товарищеский матч «Киевского «Динамо» с судостроителем. Не судостроитель, а как-то называлась команда в Житомире, уже не помню. Она играла в первой или во второй лиге. Но туда мы добрались. Все нормально. Обратно мы еще прошли через весь город. Я уже с фанатами шел как раз. Через весь Житомир на вокзал. Электрички уже не ходят. Поезда не ходят. Автобусы не ходят. Пришлось ночевать. Да, думали уехать на попутной машине. Не удалось. Пришлось ночевать прямо на автовокзале. До первого автобуса на Киев. Хуже всего было то, что не было мобильных телефонов. Междугородных телефонов. Ничего не было. И родители волновались, где я всю ночь. Ну, было тоже. А самый дальний выезд куда был? Куда-то ездили за пределы, допустим, Украины? Москва, наверное. Москва. Москва. Артак. Все-таки один из создателей фан-движения «Динамо» Анатолий Гетьман вспоминал, что вы ездили именно с фанатскими, ну, тоже, видимо, пересекались с фанатскими какими-то первыми группами. И вот он говорил, что сразу видно, что он комсомолец. Мы были из разных слоев населения. Он был более культурным, такой интеллигентишка. А у нас всегда был огромный риск и большая вероятность подраться, причем в любом городе. Комфортно он, кстати, был в фанатской среде? Смотрите, я не был в фанатской среде. Просто, когда я приобрел какую-то известность, многим, в общем, хочется, наверное, показать, что они в ту пору были ко мне близки. Нет, я не был в фанатской среде. Я с уважением относился к фанатам. Я общался с руководителем киевских фанатов, фанатов киевского «Динамо» по кличке «Утюг». Его звали Витя, зовут Витя Заглада. Кличка была «Утюг» у него. Потому что он как раз был интеллигентный человек. Он даже был секретарем райкома комсомола тогда. И я даже помню, как я шел на свое первое интервью с Леонидом Буряком. Мне было 16 лет, и я ему говорю, «Витя, иду». Он говорит, «Класс, иди, у тебя все получится». Вот это я помню хорошо. Но таких пересечений с фанатами у меня не было. Только когда были матчи, и я каким-то чудом всегда проходил во дворик, закрытый на стадионе «Динамо», который был оцеплен милицией всегда, и на республиканском стадионе. Сейчас это Олимпийский стадион в Киеве. Назывался он «Мавританский дворик». Это, конечно, было самое большое счастье, когда матч «Дубля» заканчивался на стадионе «Динамо», и туда приходили все игроки основного состава, которые сидели на своем секторе во время матча «Дубля». У них можно было взять автограф на программке или на вымпеле. На них можно было просто посмотреть. Вот рядом с тобой стояли живые боги. Вот они стоят. Вот Блохин, Блохин. Тогда же, слушайте, ничего не было. Ни интернета, ничего. Три программы или четыре по телевидению. Футбол, хоккей, театр, кино. Все, больше досуга, как правило, никакого. Поэтому это были живые боги, это была религия, это была команда мечты. И вот они стоят рядом, они лузгают семечки, они обнимают своих жен. Жены приходили туда. Блохин, Бессонов, Буряк, Чанов, Михайлов, эти люди потрясающие. Михаличенко еще в дубле играет. Вот он тоже выходит. Я знаю, что он живет на Борщаговке, где и я еще недавно жил. Приятно посмотреть на них. А после игры уже в Магританском дворике республиканского стадиона, это тоже замечательно. Они выходят из раздевалки, ну, сначала с игры, потом из раздевалки. Вот Лобановский идет к своей жене Адия Панкратиевна, и ты смотришь Лобановский, вот он идет. Ну, это фантастика, слушайте. Спартаковцы приезжают, вот спартаковцы идут, вот тбилисские динамоцы, Кипиани, Шенгелия, там, Солоквелидзе, Чевадзе, Гебелия, Дороселия. Боже, какие люди. Челебадзе, Гуцаев, я их до сих пор помню. А я правильно понимаю, что история, ну, одних из первых больших заработанных денег связана тоже с Динамо, вернее, с переходом Заварова в Ювентус? Да, я пришел из армии, и у меня был друг Саша Кушков, которому я многим обязан. Саша, я с ним познакомился, когда я стал писать уже о футболе, а он подвязался с киевским Динамо. Позднее он стал официальным фотографом клуба «Киевская Динамо». Он блестяще фотографировал, он понимал, как надо снять игру и вот за пределами игры, в быту, как надо снять ребят. И он мне говорит, я пришел из армии, он говорит, слушай, смотри, вот Заваров продается сейчас в Ювентус за 5 миллионов долларов. Сборная Советского Союза стала вице-чемпионом Европы. Я вот только из армии уходил, смотрел эти матчи, сборная стала вице-чемпионом Европы. Он говорит, давай сделаем брошюры, буклетики такие, Александр Заваров и сборная СССР вице-чемпион Европы. Значит, я на себя беру организацию, фотоматериал весь, привлекаем Женю Шамраевского и Оксану Алексеук, это люди, которые делали программки тогда к футбольным матчам, замечательные люди, замечательные художники-оформители. А ты пишешь интервью с Заваровым и делаешь текст на сборную. Ну и все, заработаешь денег. Я говорю, ну конечно. Я не думал о деньгах, я думал о славе. Мне важно было, боже, там будет Дмитрий Гордон написано в этой брошюрке. Тираж был по 100 тысяч, каждый под эгидой. Саша договорился с детским фондом Ленина, детским фондом имени Ленина. Сделали тираж 100 и 100, продавали в кассах республиканского стадиона, продали буквально за несколько дней, по полтора рубля сказочные деньги. Заплатил он налоги, людям раздал, всем, кому надо. Ну и я получил 3 тысячи рублей, ну тогда это начало 89-го года, по советским меркам, это страшные деньги. Машина Жигули стоила 6 тысяч, полмашины. Ну то есть и где-то 10 зарплат, да, получается? Да нет, зарплата средняя была 150 рублей, это 20 зарплат. Ну это вы тогда уже с активным, ну про фанатство вы говорили, что вы в нем не были, но с активным хождением на стадион вы тогда уже завязали или это было как раз самый такой? Я ходил, не пропуская ни одного матча, до 91-го года. В 91-м году я уже стал заниматься шоу-бизнесом и ездить по всему союзу, поэтому я уже не мог посещать матчи. Но с 80-го до 91-го года, минус 2 года армии, я не пропустил ни одного домашнего матча в Киеве. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вы сейчас вспомнили, вы спросили, какие были выезды интересные. Вот фантастика. В армии я уже прослужил где-то полгода, больше, чем полгода. Я уже с учебки пришел в боевую часть. Это ракетные войска оперативно-тактического назначения и нас направляют на учения в Капустин-Яр, знаменитый. Капьяр. Граница Астраханской области с Казахстаном. Степь бескрайняя, температура минус 30, минус 40. Как ветер такой, что просто сносит тебя с ног. В палатках мы живем, не раздеваемся, не моемся. Вот как в ушанке, шапке-ушанке, значит, шинель, валенки. Вот так и спим с завязанными шапками. Так и спим в палатке, прижавшись друг к другу. Естественные надобности. Значит, по-маленькому на улице замерзает, струя замерзает, ледышки падают уже. А по-большому в Кунге машины, у нас топопривязчик был, я был командир топографического отделения, в Кунге прямо на газетку и выбрасываешь степь, оно летит. Вот так мы жили месяц. Ну и вот матч «Динамо-Киев» с, по-моему, с Бешикташем. Вот, по-моему, с Бешикташем в Киеве. Телевизоров нет, смотреть негде. И я узнаю, что вон огни, огни видны. Степь бескрайняя и огни. Там площадка, ракетная площадка, где часть расположена. И я отпрашиваюсь у командира, говорю, ну, пожалуйста, можно я пойду вечером построю матч? Ну, и он говорит, ну, давай. И я иду пешком туда посмотреть матч. Смотрю матч этот, возвращаюсь, и в дороге пурга начинается. Я чуть не сбился с пути, чуть не замерз в дороге. Вот экстремальный выезд. Кстати, ну, я посмотрел этот матч. Кстати, когда я пришел в армию, я пришел в армию после третьего курса инженерно-строительного института, будучи уже известным журналистом. Я уже в «Комсомольской правде» печатался. В Москве тираж 22 миллиона экземпляров. И вот я попадаю в это говно, в ареоле своей славы. Меня Лобановский знает, меня Блохин знает. Я уже крутой человек вообще. Меня все знают. Я делаю интервью с киевскими «Динамовцами» в свои 16, 17, 18 лет во всех центральных газетах. И я вот попадаю туда, и первый матч в Киеве. Кубок европейских чемпионов, тогда это называлось, а не Лига чемпионов. «Динамо» в 86-м стало чемпионом Союза. И Кубок европейских чемпионов, первый матч в Киеве. И я думаю, боже, как же мне посмотреть его. А эта учебка, это очень все строго. Мы новобранцы только пришли, сержанты лютуют. Ну, что вам сказать, в казарме только сержанты могли пойти в туалет, мы только на улице. Причем бегом, если кто-то не успевает, все бегают раз 10 туда-сюда. Я вам скажу, конечно, эта муштра была уникальная. Ну, и сержанты боги, как к ним подойдешь, даже как заикнуться. Ну, я думаю, неужели я пропущу матч. И вот отбой. И я подхожу к сержанту и говорю, товарищ сержант, разрешите обратиться. Он говорит, что хочешь. Я говорю, можно посмотреть футбол, «Динамо» Киев будет играть в ленинской комнате. Он на меня посмотрел, говорит, «Ты что, борзил?» Я говорю, «Вы понимаете, я вот и рассказал о себе». И он посмотрел, так было удивительно, эта безрассудная наглость, видна ему. Он посмотрел на меня, говорит, «Ну, давай, заходи». И вот сидит пять или шесть сержантов, и я сижу. И мы сидели весь матч, и смотрел я этот матч. Потрясающе. Вот это вещи, которые никогда не забудутся. А «Евро-88» вы тоже еще в армии смотрели? Да, в армии смотрели. Мы должны были уволиться в начале июня, а потом вдруг сказали, что у нас дембельские аккорды, вся батарея едет, мы служили под Лугой, это Ленинградская область, едет в Псковскую область на какую-то станцию. Там будет разгружать склады. Склады, короче, оттуда переезжали, артиллерийские. И надо было грузить ящики с большими снарядами, зеленые ящики такие, грузить на КАМАЗы. С этого склада КАМАЗы куда-то уезжали. И нам говорят, вот будете месяц там. И мы в этой Псковской области грузили КАМАЗы со снарядами и смотрели чемпионат Европы. Там уже было как-то поспокойней. Там нас поселили в Доме культуры огромном, и там можно было телевизор смотреть, и я смотрел эти матчи. И финал тоже, наверное, все смотрели, да? Нет, не всем это было интересно, честно признаюсь, но многие, конечно, смотрели финал. Вообще фантастика была. Таким я недавно Леша Михаличенко говорю. Вот мы встречались в начале июня с ним, мы с ним дружим. Я говорю, слушай, как вы бегали, какой матч с итальянцами вы выдали. Он вспоминал тоже. Виали говорит, спрашивал его, вы что, наели с чего-то? Как вы так бегаете? Как вы прессинг такой вообще исполняете? Я сейчас смотрю, иногда пересматриваю те матчи, вот что делала сборная Советского Союза, допустим, на чемпионате мира 86-го года в Мексике. Как они с венграми играли. Как они играли на чемпионате Европы в 88-м с англичанами, с итальянцами. Ну, это футбол 22-го века. Сумасшедший прессинг по всему полю в течение длительного времени. И филигранная точность передач в одно касание. Ну, фантастика, фантастика. Если чуть уйти под конец от спорта, вот вообще создается впечатление, что вам в последнее время особенно нравится быть мемом. Это так? Скажу вам как на духу. Ничто не предвещало беды. Шутка. Я всю жизнь в интервью непроизвольно шутил. Ну, непроизвольно. Знаете, я люблю пошутить. Не всегда, кстати, удачно шучу. А кто шутит, всегда удачно. Для этого надо быть Жванецким или Задорновым. Я не знаю, мне сейчас откапывают кучу мемов в 100-летней давности. Мы говорим с Атаром Кушанашвили, он говорит про Агутина. И Леня, конечно, закладывает заворотник. Но я думаю, что... Заворотнюк. Заворотнюк. Да-да-да. Да-да-да. Ну, это было лет 320 назад. Куча таких мемов. Вдруг Барак Обама вдруг легло. В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа. И начали это, а дальше пошли искать дальше и находят дальше там с Марианой Рой интервью. Она говорит, мне исполнился 21 год. Ну, я ей говорю, очко. Она подумала и сказала, дупло. Ну, прекрасно. Понимаете, когда ты вызываешь у людей положительные эмоции, вот вы сейчас улыбнулись. Мне это нравится, конечно. Мне нравится вызывать не агрессию и ненависть, а улыбку и смех. Я даже выпускаю вот свои конфеты, да. И я это делаю. Я очень ироничен по отношению к себе. Я абсолютно не имею комплексов. Я радуюсь талантливым, одаренным и великим, выдающимся людям. Я никому не завидую. Я отношусь к себе снисходительно, с улыбкой. И смотрите, вот я конфеты даже делаю, да, выпускаю. Кстати, это очень прибыльный проект. Вот птичье молоко, гордон в шоколаде. Значит, мороженое сейчас будет, гордон на палочке. А кто это придумывает просто? Вы? Лично? Что-то жена придумывает, что-то я придумываю. Видите, вы улыбаетесь. Вот гордон на палочке жена придумала. Дальше. Такие будут шоколадные, как яйца, как эти детские, как они называются. Киндер-сюрпризы. Киндер-сюрпризы, да. Вот будет два яйца, называется яйца гордона в шоколаде. Пожалуйста. Зефир, гордон в белом. Да нет проблем. Лишь бы это дарило радость людям. Понимаете? Поэтому если мемы так зашли и людям нравится, ну вперед из песней. А у вас есть понимание, почему именно шутка про Обаму вот так взорвала? Или это просто какая-то такая случайность? Это вирусная какая-то история происходит. Знаете, вот что-то заходит вдруг и начинает массово распространять. Ни Михаил Ходорковский, соавтор этой шутки, ни я не поняли, что это было вообще на самом деле. Просто прикололся. Я спрашиваю, в каких условиях вы сидели? Он говорит, Барак. Ну конечно, сам Бог велел сказать Обама. Он подумал и сказал, ну типа, замечательно. Но это был экспромт или это была заготовка? Нет, чисто экспромт. Вы же в том же стиле потом несколько раз шутили про совет да любовь, маска Илона. Нужен ваш совет. Совет да любовь. Да, на этом можно и закончить. Да, да, ну это все экспромт чистейший. Если мы сейчас с вами поговорим 10 минут, и вы мне дадите подачу какую-то веселую, я вам рожу пару мемов на ходу. Автоматом. То, что интервью Ходорковского, оно, в общем-то, ведь серьезное. Момент-то был как раз про довольно тяжелые вещи, да? Да. Вот с точки зрения интервью, это то, что то интервью помнится по этой шутке, это хорошо или плохо? Хорошо, что оно помнится. То есть оно уже запомнилось, и многие заходят туда только ради того, чтобы увидеть эту шутку. А зайдя туда, уже не могут оттуда выйти, пока не посмотрят. Интервью большое, по-моему, часа три, но его уже посмотрело около шести миллионов. Оно-то не рекордно для меня по просмотрам, но немало шесть миллионов тоже. Про Марьяну Роу вы вспомнили? Что это вообще было? Как вы о ней вспомнили, в принципе? Слушайте, ну это интересно. Тоже случилось как? Значит... Так-так-так, я вот вспоминаю. Фейс, значит, замечательный исполнитель, рэпер, он написал мне в личку с предложением сделать интервью. Мне это уже было интересно. Я посмотрел, познакомился с его творчеством. Ну интересно. Марьяна Роу параллельно заказала футболку с моим изображением. Мы ей прислали. Потом смотрю про Марьяну Роу, у нее 20 миллионов подписчиков в соцсетях. Но это уже не ординамное явление, уже интересно. Я их пригласил в Киев, они приехали. Мы с ними записали интервью. Это вся история. Одно из последних, кстати, интервью было с вашим же сыном Дмитрием Гордоном. Да. Вы знаете, это было сделано ради мема Дмитрия Гордона в интервью у Дмитрия Гордона? Все намного проще. У меня много детей, и каждому из них, мне пришла в голову такая идея. Я решил, вот смотрите, идея не моя, собственно говоря. Никита Сергеевич Михалков снимал свою дочь Аню. «Вутомленных солнцем», по-моему. Много лет. Нет, Надю он снимал «Вутомленных солнцем». Он снимал Аню много лет и потом выпустил фильм «Анна», по-моему, с пяти до восемнадцати, что-то типа того. Значит, он все время снимал ребенка в развитии. И я пошел чуть дальше. Я думаю так, возьму-ка я у каждого из детей раз в три-четыре года интервью. Чтобы потом они могли смотреть на себя, какими они были в три, в пять, в восемь лет, в пятнадцать, двадцать, тридцать, смотреть на себя, тем более, когда папа берет у них интервью. Мне показалось это мило и здорово. Здорово. И я взял интервью уже почти у всех детей. Интервью с Димой я поставил, потому что он добился большого успеха уже самостоятельно в Голливуде. И мне показалось, что это будет интересно, как рецепт успеха. Не мажора, а талантливого человека. Ну, я клянусь, я не думал, что интервью, оно уже набрало миллион просмотров. Я не думал. Я думал, ну, слушайте, ну, его никто не знает, ну, сын Гордона, хорошо, ну, двести тысяч наберет. Нет, уже миллион. Поэтому затея интересная. Будете дальше выкладывать? Ага. Да. Вы совсем недавно с женой были на Каннском фестивале, выкладывали оттуда великолепные фотографии. Вот как вам атмосфера большого кинофестиваля после такой ковидной эры? Ну, слушайте, куча рамочек, куча проверок паспортов вакцинации. Ну, это все, конечно, ужасно. Какой-то апокалипсис, честно говоря. Я в Каннах был до этого один раз в 94-м году. И тогда мне это показалось, ну, вырвался ребенок из Советского Союза, Канны, о, Канны. А сейчас я посмотрел на все это, замечательно, хорошо, но в Киев тянет. Потому что у меня дома Канны, и Ницца вместе взяты, и, в общем-то, и Киев мой любимый. Поэтому Канны хорошо, дома лучше. Кино-то посмотрели? Были на фильмах? Да, да. Три лучших фильма фестиваля. Смотрите, я посмотрел один фильм там, я специально на просмотре этого фильма и ехал. Владимир Пруткин и Лев Пруткин блестящее кино «Ноуван» сделали, блестящее. Там играют замечательные актеры из таких самых раскрученных. Лиза Боярская там играет, Александр Феклистов и так далее. Очень хорошее кино, грандиозное, я бы сказал. Мне очень понравилось. Но я в Канны летал еще с одной целью. Я сделал одно из интервью там, интервью там, которое я выпущу осенью. Но я вам скажу, что... Я вообще сейчас подготовил несколько интервью. Это не бомбы будут, это бомбометание будет. Это такие... У меня давно такого не было, я вам скажу. Я аж себя удивил уровнем собеседников и уровнем беседы. То есть Хиросиму строите на Ютубе. И Нагасаки. Вот мы с вами мемы родили, в общем-то, сообща. Спасибо вам огромное. Это было, по-моему, очень круто. Спасибо вам. Спасибо. Круче нас, только крутые яйца. Это точно. Спасибо. Спасибо.